Самарская соборная мечеть – гордость не только мусульманского сообщества, но и города в целом, построенная в 1999 году как амбициозный и смелый проект и сегодня заслуживает внимания. Как дальше будет развиваться город с учетом мнения представителей всех народов, проживающих в губернии, глава администрации Самары обсудил с мусульманским сообществом. Олег Фурсов рассказал о реформе местного самоуправления, которая сегодня реализуется в столице региона. Это очень гибкий механизм, очень правильный механизм, потому что он, еще раз подчеркиваю, приближает власть непосредственно к проблемам людей. И плюс еще дает финансы для того, чтобы эти проблемы решать. В Самарской области проживает около 130 тысяч татар, второй по численности народ региона. Многие из них оказывают поддержку социальным городским проектам, активно участвуют в жизни и развитии Самары и замечают, какие изменения происходят в городе в последнее время. Оперативно решать городские проблемы будет проще с появлением районных советов депутатов. За последние 8 месяцев в Самаре уже есть чем гордиться. Политика, направленная на экономию бюджетных средств, дает видимые, а главное – быстрые результаты. Мы получили с вами 82 автобуса на газомоторном топливе. Вы знаете, что за последние 25 лет это крупнейшая покупка техники. И мы еще 50 автобусов до конца года покупаем. 132 автобуса. Мы взяли 20 троллейбусов новых, современных. До конца года еще берем 20. И плюс 20 трамваев. Сохранить и приумножить положительную динамику в развитии Самары возможно только объединив усилия жителей города и власти, которая должна стать ближе к народу. Самарцам предстоит сформировать команду созидания на выборах 13 сентября.